всем доброе утро погода прохладная и поэтому я решил приготовить сегодня калорийную пищу на обед нежные говяжьи ребрышки которые сами будут сползать с косточки и картофельное пюре по желанию можно сделать свежий салат с овощей но это кто как хочет говяжьи ребрышки я прикупил вот такие их можно заказать у мясника или в таких магазинах как zelgros metro реви я такие в основном беру для говяжьего бульона но именно идут для этого блюда они также отлично подойдут да это грудинка по-немецки эта часть называется кверк репте типа поперечные ребро так ну особо я здесь ничего срезать не буду потому что при этом приготовлением от трех до четырех часов что они будут томиться все вот эти жилки они все проварятся весь жир он весь вытопиться вот эту часть жира я срезаю такую грубую которую видно хорошо на ней я буду обжаривать ребрышки и обжаривать овощи для соуса ну допустим вот эту часть можно вырезать готовит ребрышки я буду в духовке у меня кастрюля шестилитровая как вы видите я ребра поставил вверх чтобы не было видно сколько мне понадобится чтобы поместилась полностью в кастрюлю ребра я сразу присаливаю так и уберу в сторону на 15 минут чтобы они просаливались а я тем временем займусь овощами для соуса мне понадобится корень сельдерея который я предварительно помыл почистил и порезал вот на такие небольшие кубики понадобится морковь и понадобится репчатый лук неважно какой белый красный значение не имеет тот который у вас имеется в доме но не лук порей потому что он при обжарке будет горчить ну и нарезаем вот на такие некрупные кубики овощи готовы у меня дома я в холодильнике нашел вот три таких не очень хороших вкусных помидоров которые есть я уже не буду а вот соус я их использую это не обязательно они просто у меня есть ну и начинаю обжаривать мясо вот вижу который я срезал я его полностью вытоплю и днем буду уже обжаривать мясо обжаренный шкварки я отправляю в кастрюлю в которой буду готовить ребрышки но сковороде так и в кастрюле обжариваю ребрышки со всех сторон ребрышки я переместил все в кастрюлю в которой уже буду их томить обязательно проследите за тем чтобы ручки у вас не были пластмассовые или еще какие которые горят в духовке и чтобы крышка плотно прилегал то есть чтобы косточки не мешали вот так ну и теперь опять в этом же жиру в кастрюле и сковороде обжариваю овощи до румяного цвета не так чтобы они сгорели а были хорошего коричневого цвета поэтому добавлять их сразу все за один раз не нужно и помидоры в последнюю очередь потому что если добавим помидоры температура упадет и овощи уже карамелизоваться не будут обжаривать овощи я буду в основном в этой сковородке и после нее буду отправлять все в эту кастрюлю которая буду в дальнейшем готовить соус ну вот посмотрите друзья овощи должны выглядеть вот так не сгоревшие а именно прекрасный коричневый цвет теперь к этим овощам я добавляю одну столовую ложку томатной пасты и обжариваю после того как я обжарю минутки 3 я всю вот эту красоту отброшу на сито оси до поставлю на мусорное ведро чтобы вот этот лишний животный жир у меня стек ни в коем случае не сливайте его в раковину иначе ваша канализация может засориться а вот эту часть как только она тоже достигнет подобающего цвета точно также отправлю для начала сито чтобы стек лишний жир а потом добавлю ее сюда в кастрюлю и после этого добавлю сюда же помидоры и буду готовить соус дальше ну выглядит это будет примерно вот так можно выстелить ведро немного бумажных полотенец чтобы же хорошо впитался чтобы он вам не прожег мешок вот так этого будет достаточно обратно овощи в кастрюлю и на плиту готовим соус а вы знаете что цвет не уже нравится я помидоры отправлю сюда потушу их буквально пять минут далее в наши овощи добавляем немного вина чуть-чуть совсем это позволит нам вот это образовавшуюся прижарку на дне кастрюлю снять даем выпариться и опять добавляем немного еще раз даем выпариться и потом наливаем все вино я выпарил вино дважды теперь я добавляю 2 лавровых листа 5 можжевых ягод с десяток некрупного душистого перца не путайте его с черным перцем это две разные вещи и буквально две гвоздички ну и заливаю оставшееся вино в общей сложности вина я взял на данный момент покажет один литр возможно мне понадобится больше вино берите недорогое я покупаю самые дешевые вот в таких коробках дам покипеть соуса буквально полчаса за эти полчаса что я варил соус я еще добавил пол литра воды горячей кипяченой так соус я аккуратненько процеживаю да кстати по такому же принципу готовится мясо по-бургундски взяли говядину нарезали ее на кусочки 40-50 грамм точно также обжарили на сильном огне и все то же самое все эту часть в мусорное ведро так ну и теперь я хочу посмотреть просто сколько у меня соуса в общей сложности ну вот один литр 100 миллилитров заливаю его сюда сейчас мы посмотрим сколько нам еще жидкости можно будет добавить да но и я добавлю еще буквально немного красного вина это миллилитров 200 вы можете вместо вина добавить кипяток теперь я отправлю в кастрюлю еще раз на плиту кипячу и потом горячем состоянии отправлю уже в духовку которая заранее прогрел вверх низ без конвекции 120 градусов в нижнее положение духовки это блюдо вы можете спокойно давать детям а как алкоголь у нас сейчас весь выпариться его не будет соус закипел я его поварил буквально пять минут чтобы весь алкоголь улетучился и теперь я отправляю в духовку проследите пожалуйста за тем чтобы ваши духовки при температуре 120 градусов ребрышки томились то есть чтобы вода побулькивала слегка но если вы своей духовке не уверены то можете добавить температуру до 140 160 градусов для начала на три часа после трех часов буду проверять пока мясо томится я подготовлю картофель для картофельного пюре да и духовку я свою переключил моя духовка к сожалению не потянуло такое количество мяса при температуре 120 я переключил на 160 и сейчас она у меня равномерно булькает картофеля для пюре я возьму ровно один килограмм чистого веса без кожуры картофель я промыл заливаю сразу кипятком что просто быстрее приготовился присаливаю и отправляю на плиту готовится пюре я добавлю 200 миллилитров 30 процентных сливок и 200 миллилитров молока это 40 процентов от массы картофеля немного соли мускатного ореха и отправляю в кастрюлю в которую буду добавлять картофель через пресс-пюре картофель готов я пропускаю через пресс-пюре плита у меня включена ну пробую картофель на вкус буквально еще немного соли не хватает так ну и прогоню я пожалуй картофель через сито этого делать не обязательно но как вариант чтобы уже убедиться что не осталось ни одной крупинки можно поступить таким образом но это уже более ресторанный вариант ну как вы видите даже после добавления 40 процентов жидкости картофель прекрасно держит форму то есть можно сделать даже еще немного жиже но меня такая консистенция устраивает поэтому я оставлю так как есть в общей сложности говяжьи ребрышки пробовали в духовке три с половиной часа ну и сейчас проверим насколько они готовы может быть они уже готовы да все говорит о том что они уже готовы ну вы и сами все видите готовы так ну ребрышки я перекидаю в чашку а соусом будем заниматься дальше ну и пропускаем соус через сито так ну теперь обратите внимание друзья у нас слишком много жира с мяса я его аккуратно собираю поварешкой до жира вытопилось очень много у меня в морозильнике есть готовы деми глаз где его добавлю сюда но я добавляю его только потому что он у меня есть если у вас его нету вы можете его приготовить ссылку я оставлю но это необязательно и теперь я отправляю кастрюлю соусом увариваться на плиту еще чуть-чуть добавлю немного росмарина тимьяна и немного портвейна соль перец по вкусу вы знаете друзья вот я попробовал свой соус я в него добавлять ничего не буду за счет того деми глаза который я добавил у меня все в нем вот вообще ничего не нужно добавлять я не буду добавлять не портвейна не росмарина не тимьяна абсолютно ничего я его только загущу я взял буквально 3 столовые ложки кукурузного крахмала и добавил немного холодной воды размешал чтобы не было комочков но и буду вводить соус если мало ли по какой-либо причине что вы добавили слишком много крахмала то его можно сделать жидким то есть соус сделать жидким если пробить его опять погружным блендером вот и все он станет опять жидким с мукой такой трюк не проходит поварю пять минут и соус готов я буду делать подачу и пока мясо еще было теплым я удалил весь жир здесь примерно один килограмм но тем не менее 4 килограммов 200 граммов которые я приготовил еще достаточное количество осталось в чашки немного петрушки ребрышка и соус вуаля мой обед готов ну и обещанное сползание мясо с косточки но друзья вы видите я вам не слишком много наобещал ну а если вам и это видео не понравилось то даже не знаю чем вас еще удивить я знаю но как я заметил к моим работам народ подходит очень серьезно прям проверяет досконально но я готов к таким требованиям если вам видео понравилось down and hoch палец вверх не понравилось палец вниз а я на этом с вами прощаюсь и до новых видео